Послание к галатам святого апостола Павла Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем. Дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзигет мы вместе с вами рассматриваем трудные места Священного Писания. Далеко не все настолько ясно, когда мы берем в руки священные тексты, и кое над чем приходится достаточно внимательно размышлять. И вот сегодня у нас такой вопрос, какие язвы Господа носил апостол Павел. Речь идет о послании к галатам, 6 главе, 17 стихе, где сказано «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Он говорит про некие язвы Господа Иисуса, которые носит на теле своем. Что же это за язвы? Однозначно сразу говорим, что это не те кровоточащие стигматы, которые появились в католической традиции. Кстати, даже сами католики прекрасно понимают, что у них эта традиция идет с Франциска Осисского. Это уже 12-13 века, у которого перед смертью появились такие кровоточащие раны на руках, на ногах. Как бы некие знаки, которые повторяют или имитируют раны Христа от гвоздей. И на самом деле здесь есть некая такая опасность, когда люди специально увлекаются стремлением заполучить такие стигматы, потому что в той традиции, которая от Франциска Осисского, там очень мощно было задействовано воображение человеческое. И когда человек чрезмерно воображает и старается в самом себе, чисто вот внешне повторить то, что претерпел Христос, а Франциск Осиский, он именно об этом и думал, и просил, чтобы пережить те страдания, которые пережил Христос на кресте. Но мысль, мягко говоря, не совсем скромная. То вот такое воображение, оно на психическом уровне способно и в теле произвести некоторые перемены. Вот знаю одних людей, которые провели такой эксперимент. Конечно, не рекомендую никому его повторять, когда это такие вот молодые ребята были. И они нашли добровольца и сказали ему так, что вот готов ли ты понести на себе ожог раскаленной монетки? Ну, он говорит, ну да, хорошо, так и быть. Уж не знаю, что они ему за это обещали. И вот они заводят его в комнату, над свечой держат пинцетом монетку, которую раскаляют. Это еще было в советское время, такой пятак, большая монетка, раскаляют. Это когда она раскалилась, говорят, вот ты отвернись, сейчас мы приложим ее к тебе, к твоей руке. А на самом деле они достали из морозильной камеры такую замороженную монетку и тут же приложили ему к руке. Но как только он почувствовал вот этот холод, который обжег его, да, то есть мы знаем, что холод тоже воспринимается так достаточно резко, то он вздрогнул и его вот эти телесные рефлексы, поскольку воображение уже было настроено на ожог и что прикоснется горячая раскаленная монетка, то рефлексы дали в мозг такую команду, что у него действительно появилось вздутие, как будто к нему приложили раскаленную монетку. То есть наше воображение способно менять даже наше телесное естество и иногда вот эти вот аскетические традиции католицизма и их подвижники, они именно специально настраивались, чтобы внешне воспроизвести в себе раны Христовы и в каком-то смысле это психопатология. А вот восточная православная традиция, она говорит не о имитации Христа, а о преображении нашей души во Христе. И в этом смысле мы сораспинаемся Христу не в том смысле, что внешне вот мы несем, должны понести такие же страдания, тоже изготовить такой же вот крест и также быть пробитыми, а в том смысле, что мы данные нам жизненные скорби принимаем как скорби от Господа и во имя Его переносимые. И вот апостол Павел в этом смысле говорит, что я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем, в том смысле, что он был сораспят Христу в своем жизненном подвиге. Если бы у него были вот эти кровоточащие стигматы, про которые мы упомянули, то как бы он ходил вот этими пробитыми ногами, а он исходил в проповеди всю Малую Азию, всю Грецию исходил, и есть сведения, что он и до Испании доходил в проповеди. Если бы у него были пробиты руки и кровоточили, то как бы он трудился, а мы знаем, что он жил за счет своих трудов, и апостол Павел ведь владел определенным ремеслом, он изготавливал палатки для воинов, для пастухов, такие вот шатры палатки, которые защищали от солнца, и может быть эти палатки также на праздник кущи иудеям тоже приносили какое-то значение, пока апостол Павел общался с иудейской средой. Но так или иначе мы знаем, что он жил, зарабатывая от трудов рук своих, и для этого ему нужны были руки трудящиеся, которые не повреждены никакими ранами. Но в то же время Павел говорит, что именно на себе и на своем теле он понес очень много страданий. Вот как только он стал исповедником веры Христовой, ему выпало очень много и много скорбей, и об этом он пишет в послании Коринфянам, второе послание в 11 главе. И вот мы зачитаем, что же это за язвы Господа Иисуса. А язвы буквально это, с греческого это вот знаки, это некие знаки на теле, которые остались от предыдущих ран. Или бывало так, допустим, вот когда у какого-то хозяина, у него животные, и он метит их тоже определенными такими вот знаками, раскаленным железом, и они говорят о принадлежности вот этих овечек или телецов этому хозяину. И в этом смысле апостол тоже говорит о том, что страдания, понесенные за имя Христа, это знаки его принадлежности Христу. А вот какие страдания он претерпел, пишет он. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без единого. Пять раз он был наказан вот так. Почему по сорока ударов без единого? То, что у иудеев, у них было слишком трепетное такое вот отношение к подсчету, да, и что вот полагалось сорок ударов бичевать, допустим, наказываемого человека, ну, чтобы вот не погрешить против закона, били тридцать девять раз, чтобы вот не погрешить, чтобы не больше сорока. Иначе, если сорок один раз получится, то уже нарушение. Но представьте, как много и сколько это было уже язв на теле апостола Павла. «Три раза меня били палками, однажды камнями побивали». Речь идет про город Листру, где местные жители, поначалу они расположились к проповеди, а потом иудеи их отговорили, и, в общем, апостола Павла побили камнями, так что его выволокли за город, думая, что он уже умер. Казалось, что он уже все, не живой. Но потом он все-таки пришел в себя. Вот тоже представьте, сколько было на нем ран. «Три раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской». Ну, здесь поясним, что во глубине морской, тут, согласно толкователям, это не значит, что он утонул, да, и где-то там в глубинах воды находился, и потом как бы всплыл и воскрес. Нет, речь идет о том, что, потерпев кораблекрушение, он день и ночь мотался вот по этой воде, ухватившись за какой-то там деревянный остаток от корабля, и вот так вот претерпевал такие страдания. «Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями, в труде и в изнурении, часто в бдене, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе». И вот перечисляет апостол Павел, конечно же, все эти понесенные труды и истязания, они оставили определенные раны и рубцы на теле апостола Павла. И согласно толкованиям святых отцов, вот эти вот рубцы, они как раз и были язвами Христовыми, язвами Господа на теле Павла, потому что все это было понесено во имя Христа и символизировало сораспятие Христу апостола Павла. Да, вот как святитель Иоанн Златоуст об этом говорит, что Павел не сказал, я имею на себе язвы Господа, но ношу на себе, то есть как некое вот знамя, вот эти знаки, знаки страданий во имя Христова он носит, и это символизирует его принадлежность Господу, который пострадал за нас и воскрес. Субтитры создавал DimaTorzok